Десять месяцев войны. Роман Дениса Кривошеева. Аудиоверсия. Глава третья. Исход из школы. Мы плакали. Нам не хотелось уходить из школы, но глаза физические расправы давляло на нашу конфедерацию учеников. Тут еще случилась одна весть. Умер патриарх Алексей II. Для истинной католички Тавара Алексеевна это была еще одна хорошая новость. Она еще больше уверовала в свою алгебру. Алгебра это не просто примеры, говорила она. Алгебра вам даст ответы на все интересующие вас вопросы. Однако все уже были заняты не какими-то школьными предметами и уроками, а войной. Коварный Александр Викторович со своей рощинской пехотой подняли бунт против верховной власти в Самаре. И лично губернатора Александра Артюкова. Они подождали, пока тот выйдет из своего кабинета на улицу, пройдет до Стелла с крыльями. В этот самый момент раздастся взрыв и Стелла обрушивается на губернатора. Все это не могло быть сделано без помощи тогдашнего мэра Самары Виктора Тархова, который был влюблен в Тамару Алексеевну. И разделял ее идеалы великой математики. Районы Самары вместе с УВД, вместе с воинскими подразделениями тут же как один переходили в руки так называемому учительскому джихаду. Дольше всех сопротивлялся только Советский и Кировский районы. Советский, потому что он был не абы какой, а Советский. А Кировский, потому что он был самый большой район в городе. Именно туда мы и отходили. Заняли все гаражи к прилегающим кварталам. Из-за поражения физкультурной мясорубки мы не решались давать бой Тамаре либо Александру Викторовичу. Только изредка отстреливались. Эвакуировались мы из школы по специальной дрезине на трамвальных путях. Ведь трамвай тогда не работали. И как свет, газ, вода. Все из-за так называемого невидимого купола, который накрыл Самару, из-за которого было не выбраться из города. Этот купол был разработан в Соединенных Штатах Америки и тайно доставлен Виктором Таховым в Самару. Он прекрасно понимал, что ему, как Александру Викторовичу, будет от Кремля заподнятый мятеж. Тамаре Алексеевне купол был нужен для полного, тотального истребления всех неуспевающих по его предмету учеников. И чтобы они не сбежали от насильственного насаждения алгебры, как единственной науки, которая имела право на жизнь в Самаре. Невидимый купол не пропускал никого и ничто из Самары. Так что связаться с Москвой было невозможно. После эвакуации из Советского района Александр Викторович приказал взорвать трамвайные пути. Они встали в раскорячку на улицах Самары. Декабрь 2009 года прошел относительно спокойно на фронтах войны. Я встречал новый 2010 год у своей тети Цитовины Нины Николаевны. Но коварный Александр Викторович со своей рощинской пехотой ждал именно, чтобы мы расслабились. И в январе 2010 года стал наступать со стороны улицы Победы вместе с Кургановым и Таховым, которые очень любили читать в детстве томик Адольфа Гитлера «Майн камф» «Моя борьба» в переводе. И Курганов даже сультовал фюрера, когда видел его портрет на уроке истории. Бой за Кировский район шел крайне ожесточенный. В самарском и январском небе грохотали снаряды. Это был немедлый фейерверк. Дома складывались, как картонный домик. Но Тамарейху этого было мало. Александр Викторович раздал своим бойцам огнеметы. И они выжгали из них Севду Абдулаеву, которая находилась на гараже около станции «Метрольный городок» и прикрывала нас с тыла. Мы отходили из школы над Резине. Но по третьему трамвайному маршруту сгоревшая заживо Севда упала с гаража на землю, мертвая в замерзшую от холода лужу. Центром сопротивления стал дом Цитульной Нины Николаевны. Она отстреливалась от Александра Викторовича специальной тростью, в которой был вшит пулемет. А когда ее повязали в плен, она вырвалась из него, схватила Александра Викторовича своей тростью за шею, и они вместе упали с шестого этажа ее дома. Мне же она крикнула напоследок «Уходи, Денисочка! Уходи!» Так пал Кировский район. Мы ушли по улице Свободе, ночевали на ней, жгли костры, как истинные партизаны. На нас вышел Андрей Фельдшенко и сказал, что связи с Кремлем нет, и Самару выбраться невозможно. Мы оброчены. Надо отступать к Денграду, единственному месту во всей Самаре, где он вместе с Дмитрием Араповым и Амшем Чинаяном держит оборону от превосходящих сил Тамарейха. Они эвакуировались из школы не по третьему Тайвайному маршруту, а по четвертому. Так долго смогли подержаться, только лишь потому, что весь резерв врага был брошен на Кировский район. Я сказал, там может быть засада, но тут раздались выстрелы и взрывы светошумовых гранат Даниила Курганова. Фешенко сказал, быстрее, быстрее. И мы двинулись в марш-бросок по улицам Свободы, проспекта Кирова, Александра Матросова и прочим. Вышли мы на госпиталь ветеранов войн, который находился в километре от Денграда. Там нас ждала засада Андрея Ермакова. Фешенко спрятался за детской горкой и стал отстреливаться. Пули его попадали в том числе и по больным в госпитале. Что не понравилось маме Виталия Крыгина, которая работала там медсестрой и выхаживала раненых по обе стороны конфликта. Она взяла реактивно пусковую гранату и швырнула ей в Андрея Фешенко. Та развалась справа от него, лишь слегка контузив. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы его взять в плен. Она отдала его Курганову и тот казнил Андрея, представив к его горлу нож прямо у нас на глазах. Я сразу же побежал к Денграду вверх, поскольку позади меня взрывались автозаправочные станции, дома и гибли мои товарищи. Так я оказался в Денграде, единственной крепости, контролируемой конфедерацией учеников. Всю остальную Самару занял улучшительский джихад, который расправлялся с непокорными самарцами и самарками, казнил и вешал их на фонарных столбах. Глава Андрея Фешенко и сейчас украшают крышу в госпитале литеранов войн. Детишки в войну играли, оторванный головой Андрея Фешенко, в футбол. Мать Клыгина была за Тамарейх, потому что винила меня в смерти своего сына Виталия Алексеевича Клыгина. Я не смог уберечь его от гибели. Лучше бы ты подчинился алгебре, кричала мне вслед она, когда я бежал к Денграду. Тамара ее зомбировала сквозь телевизор, так как из-за невидимого купола над Самарой только она могла выходить в эфир. С теоремой Пифагора на устах. До моего прибытия в Денград его охраняли все школы Самары со спортивным уклоном, которых сложно было убедить в своей правоте Тамаре и заказни физрука Рязанова Рината Николаевича, описанного мной в предыдущей голове. После физкультурной мясорубки отступать больше было некуда. Впереди был решающий бой всей войны. Тамара с Ермаковым уже потирала руки, готовясь исполнить свой план по абсолютному истреблению всех двоечников с троечниками. Но к тому времени войну в Самаре начали уже называть не иначе, как величайшей отечественной войной России. Конец третьей головы.